Всем привет, я Олеся Кудрябцева, рада видеть вас на моем YouTube-канале. Травята, бессмертная опера Верди, которая ставится во всех крупных оперных театрах мира. История страстной жертвенной любви к уртизанке переживала сотни постановок. И сегодня мы в Санкт-Петербурге на новой сцене Мариинского театра, где зрители увидят и услышат одну из лучших постановок этой удивительной оперы. А я сегодня задам несколько интригующих вопросов героини Оксаны Шиловой, которая переживала историю Виолетты Валерии уже во многих постановках. Сегодня вы узнаете много нового и интересного. Оставайтесь с нами, а я уже спешу в гримёрку моей любимой Виолетте. Оставайтесь с нами, а я уже спешу в двери. Оставайтесь с нами, а я уже спешу в гримёрку моей любимой Виолетте. Играет музыка. Оксана, расскажи, пожалуйста, о своей первой «Виолетте». Когда и где это было? Я свою первую «Виолетту» исполнила в Театре консерватории, в консерватории Санкт-Петербурга. Это была моя дипломная работа. Я ее помню, как сейчас. Режиссер-постановщик этого спектакля был Давид Исаевич Косаковский. Он же был моим первым режиссером в такой большой роли. Мы очень долго с ним делали эту роль. Мы много разговаривали о ней. И я помню на одной из репетиций, когда я репетировала вторую картину, это дуэт с Жермоном. Я не могла его допеть до конца, потому что меня душили слезы. И он говорил, «Оксана, плачь, плачь, а потом будут плакать зрители. Сейчас ты должна выплакать все слезы». Я довольно-таки много постановок разных сыграла. Но все равно первая постановка, она остается с тобой на всю жизнь. И первый режиссер, и первый дирижер, и первый Альфред. Что значило это травиаты для Оксаны Шиловой, и передать невозможно. Еще в 17 лет будущая певица пробралась в Мариинку под чужой фамилией, чтобы увидеть Пласида в его первой приезде в 92-м году. И теперь уже солистка Мариинке впервые впоет в дуэт из Доминго. Она Виолетта, он старше Жермона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Особенно вторую картину, когда открываются занавесы, перед нами огромный дуб, этот лук красивый, живые голуби, собаки, все это очень шикарно. Субтитры создавал DimaTorzok Наша постановка, которая еще предыдущая, Шарля Рубо, мне очень нравится сейчас эта постановка на приморской сцене, она переехала туда. Не часто, хотелось бы чаще. Я люблю эту постановку, особенно четвертую картину, когда Виолетта умирает, и вот падает полностью весь занавес, и она получается как в белом облаке. Виолетта, оставляет частичку в твоем сердце, или ты как профессионал настоящий можешь все-таки абстрагироваться от этой трагедии? Я хочу сказать, что Мария Дюплюсе, она у меня вызывает восхищение и жалость. Жалость потому, что она была выше своей постыдной профессии. Вот задуматься, она переехала, вернее, попала вместе с цыганом. У нее была очень сложная жизнь до 16 лет. Ну, да нет, все ее 23 года. Она ушла из жизни очень рано, в 23 года она умерла. Это ужасно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отец ее был очень жестоким, злым человеком. В 16 лет он ее продал какому-то фабриканту. Потом он ее продал цыганам. И цыгане уже ее привезли в Париж. В Париж. Да. И в 16 лет она попала в Париж. И за, грубо говоря, за 7 лет, абсолютно из необразованной девочки, она стала разбираться в литературе. Она разбиралась в поэзии, разбиралась в живописи. Она могла играть, научилась играть на рояле. Она очень любила играть баркало-роллы, вальсы. Она была интересным человеком. И, наверное, поэтому... Не только потому, что она была очень красивая, как писал о ней Александр Дюма, младший, что она была изящная, хрупкая, как фарфоровая статуэтка. У нее были миндальные глаза, немножко похожие на... Разрез глаз был немножко похож на японский. Но в глазах всегда водились такие чертята. И не только из-за внешних данных ее... У нее было такое количество поклонников. И она была самая известная куртизанка в Париже. Она была очень богатая, опять же, за счет своих поклонников. Она тратила 100 тысяч франков в год, когда обычный клерк тратил полторы тысячи. Барон любит Виолетту? Нет. Барон не любит Виолетту. И я хочу процитировать Марии Дюплюсе. Она как-то сказала... Почему я продалась? Вот ее же покупали, да? Почему я продалась? Потому что честный труд никогда бы не дал мне той роскоши, которой я так жаждала. Я всегда сама выбирала себе любовников. И я их любила. О, да. Я любила каждого по-настоящему. Но никто, никто не отвечал мне на мои чувства. Никто. В этом главная драма всей ее жизни. Это она так сама говорила. И даже Александра Дюма, который, как он думал, что он ее любит, на самом деле он признался отцу, когда он приходил за очередной суммой денег к своему отцу, на тот момент, когда он был влюблен в Марии Дюплюсе, он не был еще таким богатым человеком. И отец у него спросил, «Надеюсь, ты ее не любишь?» И он сказал, «Это, скорее всего, жалость». Вот так. Да. И знаешь, как бывает, мы любим образ. Они познакомились с Александром, Мария и Александр, они познакомились, когда им было 18 лет. Да. А их роман начался спустя два года. И он писал, что счастье длилось, вот эта вот страсть, безудержное счастье их длилось всего несколько дней. А потом были мучительные месяцы раскаяния. Он не знал, как ей сказать, то, что это ошибка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Один великий человек воспел. Но кто она такая? Она куртизанка. Дама полусвета. Это ничего тут гордого. Этим нечем гордиться. Это что? А вот такой великий человек. Он воспел ее в своем романе. Другой великий человек, Джузеппе Верди, прочитал этот роман, был вдохновлен и написал бессмертную оперу Травиата. Вот таким образом эти великие люди оставили память о таком маленьком человеке, как Мари Деплюссе. Сережа, можно попросить у тебя автограф для наших зрителей и подписчиков? Конечно, конечно. Одну секунду. У тебя настолько получается какая-то магия и волшебство с Оксаной на сцене. Скажи, пожалуйста, как это у тебя получается? Такая искренняя, настоящая любовь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что это... Я доверяю своим виолетам. Вот так. Главное это доверять. Не проверять, а доверять. Вообще в жизни, на сцене, везде. Спасибо. Только из-за этого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем видео.